Здравствуйте, дорогие педагоги, дорогие управленцы, здравствуйте, дорогие коллеги. Все мы сейчас, как принято говорить, в наше непростое время. Сегодня мы будем разговаривать не просто о ситуации на карантине, о ситуации в образовательных организациях и так далее, а сегодня мы поговорим про то, что карантину уже почти что полтора месяца. Ну, там не очень понятно, какого точно дня считать, но, в общем, мы очень давно на карантине. И ситуация с карантином начала меняться. Я вот сегодняшнее наше выступление, свое выступление назвала бы словами, таким криком о помощи из социальных сетей, когда будет отпуск. Вот, значит, вот эта ситуация с карантином, она как бы не... Она меняется постоянно, да, когда нам сказали, что нам не надо ходить на работу и что вот мы как-то там, значит, ну, все вспоминают, как это все произошло. Это была одна история. Для педагогов она была едва ли не самая трудная, потому что все сразу столкнулись с необходимостью организовать дистанционку. Вот, и... Но, тем не менее, среди, так сказать, подавляющего большинства было ощущение, действительно, что нам подарили вот эту нерабочую неделю. Все тогда, как вы помните, поехали якобы на шашлыки, кто поехал, кто не поехал. Ну, в общем, было ощущение, что как-то так шапками мы закидаем этот карантин. Вот, потом люди столкнулись с тем, что надо как-то вот устраивать свою жизнь. Кто-то работает на удаленке, у кого-то возникли одни проблемы, технические проблемы со всякими подключениями, покупкой дополнительного оборудования и так далее. Вот, потом где-то, значит, там, ко второй, третьей неделе, там, с детским обучением, вы помните, там, то каникулы, то дни рабочей недели, там все было немножко неровно. Вот, но сейчас наступил момент усталости, момент насыщения. В принципе, однообразная ситуация, это я как психолог говорю, да, значит, однообразная ситуация, это очень опасно. Даже в отпуске, когда замечательное теплое море рядом или вкусные фрукты мы едим, все равно это надоедает. И сейчас мы можем, мы, вы все могут испытывать даже ощущение такого, независимо от коронавируса, ощущение такой, знаете, еда, как сено, есть такое выражение. Еда, как сено, это такая характеристика, на самом деле, депрессивного состояния, когда, когда невкусно. Вот, значит, то есть вот этот второй месяц карантина обнаружил скуку, усталость, разочарование. Ну, и о чем нельзя не говорить, и вы, безусловно, сталкиваетесь, это страх людей, которые находятся по ту сторону экрана от вас, страх родителей ваших учеников за свое финансовое благополучие, за свое, свое трудоустройство и так далее, и так далее. Кто-то уже обнаружил, так сказать, последствия карантина. Кто-то еще находится в опасении, таком, значит, настороженном ожидании очередного транша от работы дателя, сколько придет на карточку денег и так далее, и так далее. То есть ситуация у всех очень разная. Вот, ну, то, о чем мало задумывались вот в эту неделю, от 27 марта до 5, по-моему, сейчас точно апреля, вот сейчас эта тема выскочила. И эта тема на фоне усталости, на фоне вот этого обезвкусия жизни, она многократно усилена. То есть люди не думают о том, как им решать проблемы, с которыми они столкнулись, они думают о том, как им плохо с этими проблемами. Второе, о чем нужно говорить в этой ситуации, это ощущение неизвестности. Если бы нам сейчас сказали, что карантин закончится, не знаю, какого-то числа конкретно, причем не просто откроют близлежащие магазины или парки, а болезнь закончится, опасность заражения закончится, и наша жизнь в один день вернется в обычное русло, то даже если этот счастливый день будет оттянут довольно сильно от сегодняшнего дня, все равно мы сможем на стенном календаре зачеркивать дни. И день окончания карантина мы выделим красным фломастером, да, и тогда мы будем видеть, что каждый день приближает нас к окончанию этой ситуации. Сегодня, к сожалению, это невозможно. Это значит, что мы продолжаем в этом обезвкусенном, усталом состоянии, мы продолжаем находиться. Ну, наконец, последнее, о чем здесь нельзя не говорить, то есть говорить признаки можно выделять очень разные, но я говорю об основных. Это усталость людей, которые находятся в замкнутом пространстве со своими близкими, с которыми раньше они проводили один-два часа в день. Я понимаю, что есть большое количество женщин, которые сидят в декретном отпуске, есть большое количество бабушек и дедушек, которые сидят дома и как сидели, так и сидят, и так далее, и так далее. Но, как правило, средняя российская семья встречается на очень небольшое время, когда они могут поговорить, когда они могут пообщаться и так далее. И это привычный способ жизни, привычный формат жизни, привычный ее размер. Они могут ссориться, они могут мириться, они могут проводить какое-то время там еще более интересно, менее интересно, да. Но никогда за последнее время не было необходимости часами находиться на одной, как правило, небольшой территории. Конечно, если вы живете в многоэтажном собственном огромном доме, и вы можете в течение дня ходить по разным лестницам, например, я такого не видела живьем, но, наверное, такое тоже бывает, вот, то там этой проблемы нет. Здесь люди устали друг от друга. Это усталость от общения. Это даже слово общение здесь неправильно. Усталость от того, что люди находятся на одной территории нон-стоп. 24 на 7. Вот. Это очень тяжелая ситуация. Я действительно думаю, что получим или не получим мы данные потом статистики по каким-то семейным там, формам семейного неблагополучия, я не знаю. Но я точно знаю, что это неблагополучие растет. Вот. И Бог даст, это в редких случаях закончится разводом там или какими-то отначительными решениями. Ну, в общем, эта ситуация растет. Что это значит для педагогов? Потому что все, что я рассказала, это проблемы семьи. Во-первых, давайте говорить откровенно. Сами педагоги испытывают те же самые трудности. Только в отличие от семьи, которая сидит дома, педагоги очень сильно загружены сегодняшний день. То есть к этой усталости от того, что картинка перед глазами не меняется, к этой усталости от неизвестности и так далее, и так далее, в случае педагогов присоединяется усталость от просто высокой загруженности. нам последние полтора месяца, и я тут говорю мы, потому что я тоже через это прохожу, нам пришлось освоить очень много действий, которые мы никогда раньше не умели делать. Нас посадили за руль и сказали, что надо ехать, при том, что мы, в общем, очень отдаленно представляли себе, на какие кнопки надо нажимать. И в этом смысле будем надеяться, что мы за месяц научились хорошо и легко это делать, но все-таки это очень трудно. Значит, первое, во-первых, сами педагоги испытывают все же самые трудности. И в этом смысле вы устали от того, что у вас картинка перед глазами не меняется, вы устали от того, что ваши близкие все время находятся у вас перед глазами, вы устали от того, что вы не можете полноценно, так сказать, там, не знаю, гулять и так далее. И все это никто не отменял, как говорится. Но вы сегодня по долгу службы общаетесь с людьми усталыми, с людьми измотанными, с людьми, которые находятся в состоянии неизвестности. И это значит, что построение коммуникации с этими людьми гораздо сложнее, чем в обычной ситуации. Почему я это говорю? С одной стороны, это очевидно. С другой стороны, что значит, что вы общаетесь с людьми, которым плохо, и с которыми трудно выстроить коммуникацию? Это значит, что надо, психологическое слово скажу, непродуктивно. Вы не виноваты в том, что эта ситуация такая. Но более того, люди, которые находятся по ту сторону экрана, от вас, тоже не виноваты в том, что это так. Они не сдержаны, они разговаривали с вами раздраженно, они предъявляли вам требования, которые к вам не имеют никакого отношения. Они задавали вам вопросы, на которые вы не можете ответить, как будет организована итоговая тестация, предположим, и так далее. Ну, это все реальность сегодняшнего дня. Мы все сегодня в этом огромном новом ковчеге, который неизвестно, когда пристанет к берегу. Поэтому я закончу это вот такое немножечко философское сегодняшнее выступление словами «Я сделаю все, что мог. Я максимум возможного приложил к этой ситуации, а дальше будь что будет». Вот мне кажется, что сегодня крайне важно для педагогов, то есть для людей, которые, если хотите, на переднем крае оказались, понять, что они очень сильно вложились в эту ситуацию, но остался очень большой процент неопределенности, который их усилиями не покрывается. Я могу предположить, что мне по ту сторону экрана люди, которые меня сейчас слушают, говорят, а вы это нашему директору скажите, а вы скажите нашему начальнику департамента это. Ну, я надеюсь, что начальство нас тоже послушает, конечно. Но самое главное, чтобы мы чувствовали, что мы ложились по полной и самое главное, надеяться, что это когда-нибудь кончится. А это честное слово, когда-нибудь кончится. На этом до свидания и желаю вам успехов. До следующих встреч. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok